Всем доброго дня! Сегодня тема пойдет о Kia Carnival современных с моторами D4HB и D4HE. Они прям активно ломаются на малых пробегах и проблемы, с которыми мы сейчас боремся, что мы уже сделали для того, чтобы этого не повторилось. Ну и вообще, наработки в целом, что у нас сейчас есть на данный момент, но сдать все у новой машины невозможно. То, что знаем и умеем, сейчас я вам покажу и расскажу. Ну вот на примере, здесь не знаю, чем все закончится. Carnival у нас 19-й год. 19-й год, пробег 87-120. Пошел белый дым, машина заглохла, прибыл на эвакуаторе. Машина крутит, тяжело крутит стартером, но не заводится. Первое, что сделали? Первое, вытащили щуп. И смотрим, да? То есть, ну вот прям под максималку в два раза выше уровень. Во-вторых, запах дистоплива. То есть, это примерно где-то литра полтора, а то и три там лишних. Второе, то есть, подцепили диагностику, видим, что расход воздуха не показывает. То есть, показывают обороты, давление топлива, но расход воздуха, датчика расхода воздуха не показывает. Сняли патрубок и турбина еле-еле-еле крутится. То есть, шевелится очень с трудом. То есть, там все, то есть, что-то там произошло. В таких случаях сразу же делается следующее. Снимается масляный фильтр. А, еще момент. Двигатель. Двигатель проворачиваем ключом. Двигатель должен при ВМТ, при упоре резком, должен откинуть ключ назад. Этого не происходит. И сразу делается фильтр. Вот фильтр у нас масляный. Снимается картридж, вот так разрезается. Все вымывается оттуда. Здесь у нас много алюминия. И также проскакивает желтое. Это от втулки турбокомпрессора. По экологии также заходим, смотрим количество сажи в граммах. Это 67,9 на данный момент. Почти 68 грамм. То есть, это было с предел. Хотя, у данного авто есть система защиты. То есть, если сажевый фильтр забивается и мочевина, он пишет, что через 800 километров, если вы не произведете ТО или ремонт, то машина заглохнет. То есть, вот этого момента у нее не было. То есть, люди многие звонят и говорят, вот мне пишут, что якобы заглохнет. Здесь никаких признаков, знаков она не подавала. Просто загорелась экология. Пошел белый дым, и она встала. И все. Больше она не завелась. Здесь нормальный, правильный дальнейший путь – это снятие двигателя и полностью дефектовка. Экология, скорее всего, будет удаляться. Вот мочевину, тоже бачок сняли мы с датчиком твердых частиц. Вместе он не открутился. Почему? Решили заговорить на эту тему. Потому что у нас сегодня их две стоят уже после ремонта, закончили карнивала на улице, и четыре находятся в цеху. Сейчас переходим к следующей. Карнивал уже после капремонта. Здесь менялся шорблок полностью, потому что прокрутило вкладыш коренной, разбило постель. Вот он, все сейчас у нас после капремонта. Поломался он у нас на пробеге 129. Это от HE? Нет. Это HE на пробеге 120. Владелец, тут история следующая. Владелец, получается, пошел какой-то стук, он стал с ним бороться, менял цепи ГРМ, что-то еще. И в итоге, когда он его разобрал, ничего не вышло, не получилось, он скидал его в багажник и привез. Вот, как-то так. Следующий у нас будет, следующий, следующий, это двигатель D4HE. Карнивал, который уже современный. Артем? Короче, появилась такая проблема у D4HE. У D4HD еще это 2 литра. Как бы не возникали. А вот у 2,2, да, есть проблемы, что при ускорении загорается масленка. Во-первых, давление масла у нас сейчас, вот мы прогрели, то есть, заниженное, ниже положено. При температуре воды, вот, 72. Так, а где у нас мануал был, который показывал, сколько должно быть? Блин. Был мануал, да. Здесь также имеется электронный клапан, который производит либо сброс избыточного, для регулировки давления. То есть, либо он его нагнетает, либо он его... Здесь сейчас разбираемся. Клапан выглядит вот так. Вот, ребята принесли мне его. Этот клапан регулирует давление. То есть, мотор 2,2, D4HE. Пробег... Где у нас пробег? 68. Пробег 68. Первое, что будем делать, это не менять. У нас есть клапан, мы его подкидываем и будем пробовать реакцию. Смотрите, для того, чтобы подкинуть, токуру пришлось... Нам вообще в целом пришлось сделать специальный переходник. Дело в том, что если датчик давления мы отсоединяем, чтобы померить механически, вроде бы заниженное, но в целом хорошо. Необходимо проехать и проверить под нагрузкой. Но, снимая разъем с датчика давления, авто встает в аварийный режим. То есть, и тяга пропадает. И полный объем, то есть, мощности двигателя мы не можем дать на ней. Поэтому токарь пришлось ему сделать. Вот здесь, наверное, я не знаю, будет видно или нет. Сейчас я попробую включить. То есть, у нас подключен и датчик, и также подключена к системе, как механический, так же и электронный. Нет, нет. Да, здесь не видно, но в другой раз мы покажем, как и из чего мы его сделали. Это для того, чтобы отследить на ходу. Вот именно по D4HE сейчас идет активный поиск проблемы, почему так происходит, куда пропадает давление. Также был полностью изучен шорт-блок пустой, все каналы, куда, кто, зачем сбрасывает и подает. Так, и вот в целом, вкратце, сейчас туда пройдем. У нас также пришел Santa Fe D4HE 2.2. Он на улице, его привезли в багажнике. Вот он он. Головка блока цилиндров целая, провернула, получается, шатун. Вот он у нас, первый шатунный, коренные все в порядке. Шатун задрала. Шатун на выброс, то есть, провернула. Первого цилиндра. Вот здесь, на коренной, есть, короче, какая-то непонятка. Здесь очень странно, здесь есть такой переход сильный, но при этом вкладыши коренные, получается, на четвертой шейке, да, у нас четвертая шейка. Вот здесь хорошо, а с другой стороны вкладыши в идеале. То есть, ощущение, что коленчатый вал был бракованным, не знаю, ну, очень странной выработка, а на вкладыши все идеально. То есть, вот, получается, у нас вкладыш, видите, то есть, он в идеале. Вкладыш в идеале, а на коленвалу есть большая ступенька, то есть, он делится по размеру ровно на две части. Вот он сам уже блок разобранный. Так, D4HE, поиск. Вот он у нас, смотрите, у нас вот сюда оставляется корпус масляного фильтра и теплообменник. Клапан вот здесь заходит. Клапан, который регулирует давление. То есть, вот так он у нас сюда встает. И там по каналам он регулирует. Масляный насос у нас не лепестковый, а шиберный здесь. Шиберный, то есть, этот, как же, насос ГУР. Вот он весь полностью был разобран, изучен. Что и почему? Что происходит? То есть, когда работает клапан, вот этот у нас планка основная, то есть, она меняет свой угол, забор масла больше и меньше. То есть, вот так она у нас здесь вот находится, да, и по лопаткам меняет. Также здесь стоит механическая пружина и давление масла уже через канал надавит на пружину и меняет угол насоса, тем самым меняет давление. Так вот, сейчас разбираемся, почему, зачем так происходит. Сам масляный насос у нас вот такой. Также он имеет здесь с собой вакуумный насос. У вакуумного насоса отдельный канал. То есть, здесь вакуумный насос стоит. А масляный насос уже получается вот здесь сам стоит. Вот. Каждый канал сейчас изучен. Сейчас вот именно по той D4HE у нас идет активный поиск. Сейчас подкидываем туда регулятор давления и выясняем, проблемой является сам клапан или проблемой является масляный насос. Почему? Давление исчезает, пропадает. Ну и как только какая-то будет информация, обязательно снимем. Потому что машин очень много. Сейчас идет такой активный поиск, борьба с ним, чтобы преждевременно, если мы найдем какую-то неисправность, заводской брак, то как его в дальнейшем с ним бороться или как исправить уже на корню. Ну все. Как будет информация какая-то, обязательно вам снимем, расскажем и покажем. Все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok